У нас сегодня такая тема. Вот знаете, как до VI века н.э., от нашего момента до VI века, прослеживаются летописные следы славян, упоминания в разных источниках славянских народов. До этого они, естественно, существовали, но о них на данный момент мало что известно. Вот о той изначальной, наверное, можно так назвать, истории славян, о возможных их корнях и пойдет речь. Эта тема всегда такая немножко на грани с непознанным, на грани науки и предположений. Вот так вот. То есть в этой области любой может, в принципе, работать, не обязательно историк или лингвист. У нас сегодня в гостях два человека. Бажидар Трифунов Митрович, доктор юридических наук. Бажидар – это имя, Трифунов – это отчество. А Митрович – это фамилия по-нашему. Вспомните, Владимир Ильин Ульянов, да, такой был персонаж вот в нашей истории советской, да. Вот это вот так раньше и в русском языке отчество не всегда было с, так сказать, ВИЧем, да. Он доктор юридических наук и занимается исследованиями в области истории славянства и даже планирует на историческом факультете МГУ защищать докторскую диссертацию по историческим наукам. Вот так вот, да. И специалист по языкознанию, институт языкознания Российской Академии Наук. Красухин Константин Геннадьевич, доктор филологии. Его специальность, так сказать, научная называется так – этимология, да, не путать с энтомологией – наукой насекомых. Этимология – наука о происхождении слов. Вот так вот, да. Божидар Трифунович, мне вот так вот хочется восстановить, Божидар Трифунович, да, вот, Божидар Трифунов, тем не менее, надо обращаться к вам так. В чем вы усматриваете следы до VI века славянской истории? Ведь о них же нет никаких упоминаний. Я, как доктор юридических наук, хотел написать небольшую книгу о одной фреске, которая находится в Архангельском соборе. Эта фреска называется «Сербские чудотворцы». На этой фреске изображение святого Сави Сербского – составителя первого гражданского христианского кодекса Сербии, Болгарии и России. Это известная и в России кормчая книга. Это к какому же веку? Это XIII век. И на этой фреске еще его отец Стефанеманя, святой Симеон. Оба они почитаются и Сербской православной церкви, и Русской православной церкви, и Болгарской православной церкви, как святые. Но я, когда хотел написать об этой фреске, хотел упомянуть, кто построил этот храм, где изображена эта фреска. Кстати, Архангельский собор – это усыпальница русских царей. Царей, да. Я во всех энциклопедиях, во всех книгах о Москве, во всех книгах о России нашел, что этот храм построил итальянский архитектор, или, как указано в этих энциклопедиях, архитектор из Италии. Или итальянский, или архитектор из Италии. Следующие факты, которых мы должны, как ученые, придерживаться. Факт, что Архангельский собор построен с 1505 до 1508 года, а Италия впервые организована в 1861 году, значит, три века после постройки Архангельского собора. Можно тогда сюда и добавить, что и Московское царство, из которого потом родилась Россия, возникло после 1517 года, то есть еще через 9 лет после завершения строительства Архангельского собора. Что касается Москвы, я… То есть, во времена, скажем, Андрея Рублева, России и русских еще тоже не было, хотя он у нас считается русским. Я сейчас объясню, что касается названия Москвы, точно, и с доказательствами. Так что, я исследуя, почему русские цари приглашали этих архитекторов, и откуда они были, я раскрыл, что существенное слово в этом – это Венец и Венеция, поскольку эти архитекторы были именно из Венеции. То есть, мы, как ученые, не можем переносить сегодняшние геополитические названия на этот период. С этим, я думаю, что все согласны. Так что, я исследуя этот факт, почему русские цари, именно с упорством, и Иван III, Иван IV, и другие, и Петр I приглашали архитекторов из Венеции, или из Венеции, я раскрыл истинное название «славян». Так. Но я бы предложил, чтобы представитель Российской академии наук сначала изложил, как ученые объясняют слово «славяне». Ну что ж, попросим. Поскольку есть 30 или 50 различных мнений, и как он оценивает эти мнения? Это теории или это предположения? Константин Георгиевич, ну так какова же этимология происхождения слова «славяне», «русский», этимология слова, может быть, Москва, и, кстати говоря, «Венеды», «Венеция». Ведь это какое-то имеет отношение к нашим словам. Ну, это должен, да. Значит, отвечаю на этот вопрос. Это, конечно, в двух словах не изложь, так что я попрошу, так сказать, время. Так. Начнем со словян. Этимология слова «славяне» действительно довольно спорна. В каком отношении? В том отношении, что предлагались самые различные этимологии. Например, польский лингвист Ян Атремовский полагал, что слово «славяне» одного корня с названием реки Днепр-Славучич. Откуда взялось это название Днепр-Славучич? Это так называемый звукоподражательный корень, клеу, который в славянском языке перешел в слов. Таким образом, если это так, то славяне — это жители какой-то шумной реки. Причем Атремовский привел довольно интересную этимологию, аргумент в пользу своей этимологии. В Литве он нашел село, которое называется Шлавяной. Шлавяной звучит практически так же, как славяне. Шлавяной — это село находится на реке под названием Шлавя. Шлавя — тот же корень, что Днепр-Славучич. Это одна этимология. Другая этимология, которая в настоящее время... А спросите, а что этот корень означало? Бурлить, кипеть. Бурлить, кипеть. Бурлить, кипеть. Тому крупнейшему русско-американскому филологу. Тому самому Ромке Яковсона, которому все помнят из Маяковского. Помните, что ты... Товарища нет, товарища нет, а проходит человек. Что ты болтал? О Ромке Яковсоне, говорит Маяковский. Действительно, Яковсон с Маяковским дружил. Так вот, что предположил Яковсон. Яковсон предположил, что славяне происходит от слова слово. Но что значит происходит от слова? Яковсон обратил внимание на то, что в русских летописях все иноязычные народы называются немыми. Вне зависимости от этих правилей, немые или немцы. Любые. И вот он предположил, что имеет место некоторое противопоставление. Люди, наделенные словом, нашим словом, нашим языком, и люди им не наделенные. Значит, люди, наделенные словом, это словения, а люди, не наделенные словом, это немцы. То есть немые. Убирал, недавно, к сожалению, скончавшийся, выдающийся русский этимолог, академик Трубачев Олег Николаевич, который внес такое уточнение. Он специально исследовал древнерусские имена с суффиксом «енин» или «янин», и предположил, что они имеют значение такое – входящие в какую-либо группу. Значит, славянин – это тот, кто входит в группу людей, владеющих языком. Так, это славянин. Теперь Русь. Русь еще более спорная этимология. Так, отбрасывая разные фантастические предположения, можно все свести к двум этимологиям. Во-первых, дело в том, что слово «русь» у Нестора означало вовсе не «русь русских». Русью Нестор называл варягов. Это довольно известный факт. Русью именовались варяги. Если это первичное слово, то очевидно. Варяги Русь, придя на Русь, дружина Русь, просто передали свое название местным народом. Такое бывает. Киевле неизвестно. Например, германское племя под названием Айстии передало свое название прибалтийско-финскому народу, которого мы сейчас знаем как «эсты». Эстонцы. Вот. Слово «русь» в конечном итоге происходит в таком случае. А скандинавское слово «дрот», что, собственно говоря, и означает «дружина». Это так называемая северная этимология. Есть и южная этимология. Согласно ей, слово «русь» происходит из иранских языков. Дело в том, что Южная Русь еще в новую эру было заселено племенем, различными племенами скифов. Алан, Роксалана и так далее. Иранский язык слово «раухша» означает «светлый». Таким образом, «русь» — это иранское заимство со значением «светлый». Олег Николаевич Турбачев, которому я вам говорю, уже определяется этой второй точкой зрения. Кто у нас еще? Москва. Москва, да. Москва. Тоже спорное слово. В настоящее время господствующийся является такой гипотез. Ну, вы знаете, Москву сравнивали с финскими словами. Москва — это, допустим, медведица, а вавада. Или, допустим, Москва из мустава, мустава — это черная вавада. Но в настоящее время эти мороги все-таки не приняты. В настоящее время считают так. Слово «москва», как ни странно, на одного корня со словом «мозг». Ну, что значит «мозг»? «Мозг» — это жидкое, болотистая субстанция. Такое значение сохраняется в прилагательных «мозглый» и «промозглый». Значит, «мозгвам» и «москва» из «мозгвам» — это река, которая протекает по болотистым местам. Что строго соответствует, конечно, географии Москва-реки. Вот откуда взялось слово «Москва». Самый интересный вопрос, который, я думаю, затронет и Бажидар Трифунович, это, конечно, откуда произошло слово «Россия». Интересно. И когда, кстати, оно появилось? Когда появилось, это слово? Когда появилось? Это точно известно. Слово «Россия» впервые появилось в письменных источниках в 1515 году. В 1515 году. Россия слово уже употребляли иногда в своей переписке Иван Грозный с Корпуском. До этого такого слова не было. До этого говорили только «Русь». В чем здесь дело? А дело здесь вот в чем. Слово «Россия» в конечном итоге пришло из Византии. Дело вот в чем. В византийских источниках народа, живущих на Днепре, называли таким словом «Росс». Что значит «Росс»? Это слово взято из Библии. Может быть, кто-то помнит, что в Библии упоминается «Гок», «Магок» и «Князь Рос». «Князь Рос». Ну, или «Князь Рош». Что такое «Князь Рош»? «Князь Рош» — это подпоручики же. Потому что это неправильный перевод еврейского текста. В еврейском тексте говорилось «Нази Рош». «Нази» — это «Князь», «Рош» — главный. «Рош» — это общесемитское слово, сознащая им начало. Кстати, имя «Рашид» отсюда же происходит. «Рашид» означает «главный». Это один из терминов из эпитетов Аллаха. Значит, таким образом, Рос появился такой странный народ, которого византийцы не знали. Но они знали, что Рос находится где-то на севере. И, по-видимому, когда византийцы-путешественники приехали на Днепр и столкнулись с народом, который себя называет Русь, они его назвали знакомым им библейским термином «Рос». Они решили, что это и есть тот самый народ Рос, о котором говорится в Библии. Таким образом, слово «Россия» — это довольно интересное слово. Мы можем сказать так. Россия — это некое инобытие Руси. Как бы это Русь, которая на себя глядит через византийский стекло. Через византийский стекло. Вот, кстати говоря, видно, что вы юрист. Очень молодец. Так он дал сопернику высказаться. Вот тот уже все раз подставил. Неограниченное время. Неограниченное время. Тот, так сказать, подставился. Я не ожидал. И сейчас он нанесет какой-нибудь удар. Слушай, теперь вас. Вот таковы эти балоги, о которых я спросил. Я не хотел прервать, но если вы это сделали, позвольте, чтобы, во-первых, согласились с тем, что наука — это не изменение. Это уже не наука. Если что-то говорим, что это все, что наука дала, и это не изменение, это догма. Значит, мы не хотели бы, я предлагаю, чтобы, во-первых, согласились с этим, что наука не может быть истиной, которая дана на все времена. То есть наука должна новые факты, которые раскрывает, толковать, и это именно и есть задание, и цель, и смысл науки. Вы вот очень хорошо сказали, все то, что вы сказали, можно приложить к естественным наукам. Вот у них объект познания естественных наук, он безграничен. А вот когда речь идет, скажем, об истории человеческого общества, вот удивительно так, что чем дольше мы работаем, тем труднее изучать какие-то там старые времена, правда? Ну, на это... Тут все больше и больше тумана возникает, да? Иногда туман искусственный, да, вот, потому что вот очень трудно, я бы не как-то посчастливился, я был на выступлении с Солженицыным, в библиотеке имени Ленина, вот, и он говорил, что есть два самых сложных периода российской истории, или русской истории, как он говорил. Это, значит, первый год советской власти, ну, понятное дело, что это очень политизированное было время, и второе, это, значит, удельная Русь, то есть до возникновения Московского царства. Этот вопрос тоже очень политизированный, русскими царями был очень сильно закрыт, скажем так. Да, это чистая идеология. Знаете, здесь самый главный вопрос, то есть два вопроса есть. Имеют ли славяне историю до VI века? Поскольку, если согласитесь, это самая большая этность Европы. Имеют? Должны иметь. Так, попробую ответить на этот вопрос. Вопрос не прост, потому что никаких письменных точных свидетельств у нас нет. Безусловно, имеют. Всякий народ, я думаю, имеет историю гораздо более длительную, чем это свидетельство памятника письменности. Но что имеет славяне до VI века? Собственно говоря, первое упоминание настоящее о славянах относится к IV веку, потому что Иордан, латинский, готский, вернее, историк, писавший по латыни, автор латинской истории Готов, упоминает, что германский король по имени Винитарий распел вождя Антов, которого звали Бохс, он примерно это переводит как Бохс. И вместе с ним семь с его приближенных. Значит, что это за Бохс такой? По-разному этиму логизируют имя. То есть это первое, отметим, 64 веку, первое упоминание славянского имени, первое, которое нам известно. Откуда оно взялось? Некоторые сравнивают это с славянским словом «бог». А, например, Трубачев, о котором я неоднократно упоминал, видимо, буду неоднократно упоминать, потому что это был один из крупнейших специалистов славянской темологии, предположил довольно островное предположение и сказал, что, очевидно, этот Бохс или Бош, это на самом деле вождь. То есть это не собственное имя, а это имя нарицательное. Это титул того несчастного вождя славян, которого казнил в Янтарии. Вот это самое первое упоминание о славянах в 4 веке. Есть ли более ранние? Конечно, есть. Археологические источники, безусловно, имеются. В настоящее время мы можем судить более-менее достоверно о том, что славяне в 6 веке до новой эры жили уже в Черноморстских степях и были соседями скифов. Есть некоторые факты. До этого, вероятно, но это уже, так сказать, относится к гипотезам, в веке примерно 12-го до новой эры прославяне или протославяне, разные ученые называют по-разному, жили в Европе. Но археологических свидетельств от этого осталось очень мало, лингвистических только так называемые косвенные данные. Вот в Минске до сих пор жив, дай бог ему здоровья, крупноученный, профессор Виктор Владимирович Мартынов, он исследует иноязычные заимствования в прославянском языке, имя в прославянском, то есть такие заимствования, которые потом отразились во всех славянских языках. Он доказывает, что в 12 веке до новой эры славяне на территории Дуная ограничились предками латинин, латинин и других древних народов Италии. Затем, значит, латинин ушли в Италию, а славяне ушли на восток. Следом этого контакта было буквально полдюжины слов, которые прославяне заимствовали от латинина. Затем прославяне имели контакт с иранцами и заимствовали у них тоже некоторое количество слов. Вот это все свидетельства, которые мы можем говорить, которые нам позволяют говорить о какой-то древней предыстории славян. Очень, между прочим, популярна версия о том, что, так сказать, «этрусский», это популярная версия благодаря вот их вот такому созвучному названию, имеет какое-то отношение к славянам. Я науке, знаете, самое главное – поставить вопрос. Я поставил вопрос, имеют ли славяне историю до VI века? Второй вопрос. Имеют. Имеют ли славяне право на историю до VI века? Это то, что вы точно констатировали, что это то, что политизировано. В нацистской Германии был такой, так называемый, венский отдел. Он дал предписание всем средствам информации нацистской Германии не упоминать нигде слово «венди» и слово «зорби» или «серби». Поскольку этот подход преобладает и в той нашей науке, мы должны понимать, что, как говорит отче наш, «избави нас от лукаваго». То есть лукавство – это не только наши враги, лукавство и нас самих. Ну, фашистская Германия – это, скажем так, середина XX века. А, скажем, во времена, там, скажем, VI века нашей эры, несколько позже, когда еще православная церковь и католическая, то есть кафолическая и католическая, еще не разделились, не стали, так сказать, ну, враждовать друг другу. Я точно уточняю исторические этапы, на которых вычеркнута история славян до VI века. Это ключевой момент был 509 год, когда латиняне, по некоторым ученым, сделали путь равный, по некоторым ученым равный, сделали путь в Риме. До нашей эры, 509 год, они запретили свои азические знаки. Какие знаки сейчас? Азические. Азические знаки? Язические знаки. А, языческие знаки. Ну, азические это были, но языческие знаки запрещены. Ну, секундочку, языческие, слово «язычники» – это слово нашего происхождения славянского, а язычников римляне называли, так сказать, «паганус», да? Паганус. Отсюда, так сказать, «паганы». Паганус значит, вроде как деревенщина. Не, не, пагус значит род. Извините, маленькая справка. Так. Паганус. Они называли паганус, само слово, это не означает «язычник». Паганус означает «нехристианин». А язычников римляне называли варварами. В этом слове не было ничего оскорбительного. Варвар – это от греческого «барбарус» означает «человек, говорящий непонятно только и всего». А слово «паганус» появилось только после уже принятия римлянного христианства. Паг – это в римское время и римском праве обозначало род. Такое слово? Род. Какое слово еще? Род. Нет, а какое слово обозначает? Паг. 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 Пагус. Пагус. Пагани – это родовери. Да, пагус – род. Конечно. Род – это род. Пагус – это, собственно говоря, деревня. Да. И род – деревня, это так будет точнее. И поэтому, кстати, паганус означает «сельский». Паганус – это деревня. Сельский, деревянский и сегодня по-итальянски и по-латине значит «рус», «рустика». Рустика – это деревянское, древнее. Рустика – это деревянское, только круси отношения не имеет. Следующий этап, который был ключевым для вычеркивания истории славян – это был период Гая Юлия Цезара. Галские войны, которые он записал в записках о Галской войне, НАТО применил последних 15 лет на Балканах. То есть просто они реальные люди, практичные, они повторили только то, что записал Гай Юлия Цезар. Он разделил Галию на трансалпинскую и цирсалпинскую. Цизалпинскую, как он сказал. Так осталась наша Венетия, откуда русские цари приглашали архитекторов. Почему они оттуда приглашали архитекторов именно из Венеции? Потому что там сохранилась космогония именно этих древних славян. Вашим зрителям посмотрите сайт www.bozidar.ru, где могут бесплатно прочитать книгу «Расия – древнейшая цивилизация», где я четко и точно изложил все аргументы в пользу того, что славяне до шестого века себя называли коловени и называли себя и расени. Слово «Расия» пишется двумя буквами «С». Русский народ – это самый умный народ, который читает то, что написано «Росия», читает «Росия». Почему? Потому что слово «Росия» значит род «Аз», первоначальный, сияет. Это и был знак, который сохранился в Лепенском вере до 8000 лет до новой эры. Там и был знак круг, солнце и два луча солнца, из которого и возникло азбучное слово «А», которое древние славяне не воспринимали как статичное солнце, которое сияет, а в его годовом движении. Поскольку они, когда понимая, что все есть коло, видели, что солнце отражается на пересечении дерева в виде годичных колец, они определили год как период восстановления природы. И слово «культура» происходит от слова «культ», но не от любого культа, а именно культа Лепенского вера, который обозначал «коло» или то, что обозначено словом «Росия». Так что на границе Финландии с Россией и сегодня написано «Венея», поскольку слово «Россия» и «Коловения» — это синонимы. То есть и слово «Москва» — это сокращение от средневековного «Московия», что обозначало «Коловения», а буква «М», которую трактует, это не буква «М», символ Москвы и России, стены Кремля, это не ласточкин хвост и не буква «М», а это обозначало «Бовки», «Божественная Коловения», поскольку Москва — это сокращение «Божественная Коловения». И именно это венецианцы перенесли из Крита, поскольку они владели Критом с XIII по XVII век. И из-за этого русские цари приглашали архитекторов из Венеции именно. Так что это научное, точное, четкое и на 756 страниц разъяснение и слова «Славяне», и слова «Россия», и слова «Москва». И в этимологии, которая основана на строительном языке знаний, существуют строгие законы. Это так называемые фонетические законы. Фонетические законы нам говорят о том, что ни один звук произвольно не может перейти в другой звук. Как правило, все эти переходы закономерны. Это значит, что если у нас есть звук, вот, допустим, перед таким-то звуком, он может превращаться в другой звук. Но тогда в любой позиции, где звук «А» стоит перед звуком «Б», он обязательно будет превращаться в звук «С». От фонетических законов возможно отступление, я уж не буду об этом говорить, но прошу, как говорится, поверить на слово, что все эти отступления тоже закономерны. Так вот, касательно словян «Коловян». Слово «Коло» хорошо известно в русском языке, но никогда оно нигде не превращается в слам. Пожалуйста, «Коло», «Колесо», «Около», украинский предлог «Коло», что означает «рядом», «что еще». «У» может чередоваться с «Е», и в таком случае звук «К» переходит в «Ч». Есть в русском языке слово «Чело», «Челядь», тоже одного корня с «Колом», но в слам «Коло» в русском языке никогда не превращается. Таким образом, фонетические законы свидетельствуют о том, что этимология славяне и сколовине абсолютно, извините за это, несостоятельна. Дальше. Что касается этой русской надписи, о которой говорил Божидар Трифунович, то она действительно начинается не с буквы «С», а с буквы «К». Значит, читается так, клувени. Кто такие клувени? Это был древний этрусский род. Этимология этого названия нам неизвестна, потому что нам неизвестна этимология большинства этрусских слов. Нам до сих пор неизвестны родственные связи этрусского языка, но можно с уверенностью сказать, что этрусские — это не русские. Таким образом, никакой фрагмент этрусский не может служить доказательством или каким-то обоснованием для происхождения названия славяне. Что касается Москвы, я уж не буду... Да, Россия — то же самое. Не было такого написания «Россия». Это раз. Кроме того, само слово «Россия» появляется только когда? Оно появляется только в XVI веке. Что касается Москвы, Москва впервые, как мы с вами помним, упоминается в XII веке. Конечно, до этого оно существовало, но существовало не как название города, а как название реки. И это очень важно. И, наконец, последнее. Вы знаете, в названиях народов есть тоже определенные закономерности. И в частности, есть закономерности, которые говорят о том, что никакой народ не будет себя называть годом Солнца или путем Солнца. Почему? А потому что когда народ, называя себя, старается себя отделить, так сказать, от других народов окружающей среды, назвать нечто, что именно только его характеризует. А Солнце светит всем народом. Все народы наблюдали за движением Солнца. Астрономические наблюдения, судя по некоторым первобытным рисункам, были свойственны нашим предкам. Они для них очень много значили еще задолго до новой эры. Таким образом, поклонение Солнца не является специфической особенностью славян. И нет никакого основания вводить славян из Солнца. Благодарю за внимание. Спасибо, нашу почтенной публике, за внимание. Всего вам доброго. До свидания.